Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках международного, очень серьезного международного форума, проводившегося в Азербайджанской дипломатической академии, отвечал на вопросы участников и сделал ряд очень важных программных заявлений, о чем мы и поговорим с нашими гостями. Это Рахим Ашакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП. Тем более, что вы принимали участие и мы рады вас видеть из Казахстана. Благодарим, что нашли время поучаствовать сегодня у нас в передаче. Илья Гусейнов, политолог из Баку, также рады видеть вас и надеемся на интересную беседу. Естественно, первый вопрос к вам, Рахим Бей, потому что вы изнутри сегодняшнего мероприятия можете поделиться, во-первых, своим впечатлением, во-вторых, очень интересно, что вы в кулуарах поговорили с президентом Азербайджана и обсуждали вопросы, связанные именно с тематикой, в том числе по КОП-29. Мы до сих пор под впечатлением, впечатления самые блестящие. Мы проговорили, вышли из регламента, предполагалось, что беседа с президентом будет порядка двух часов. Она прошла более трех часов, где-то три с половиной часа. И президент ответил практически на все вопросы всех экспертов. Это свыше 50 ведущих журналистов, экспертов, политологов, специалистов по геополитике, по региональным отношениям. И спектр вопросов был очень разный, поэтому получилось очень обширное обсуждение. Затронуты практически не только вопросы, связанные с проблематикой Азербайджана, проблематикой региона Южного Кавказа, но также и, конечно, геополитикой. И поэтому буду очень рад обсудить с вами. В том числе у меня была возможность предложить уважаемому господину президенту, поскольку мы Казахстан и Азербайджан прикаспийские государства. И понятно, что обмеление Каспия, причины этого обмеления до сих пор остаются для нас не вполне понятными. Одна из версий, которую уважаемый господин президент говорил, это, безусловно, снижение стока с реки Волги. Проблема, связанная с тем, что Россия, возможно, не делает необходимые дноуглубительные работы, также какие-то строения есть в верхних верховьях реки Волги. Но вместе с тем есть наверняка и другие антропогенные факторы, и климатические факторы, и какой-то фактор цикличности. И мне кажется, что КОП-29, с которым, безусловно, Азербайджан можно поздравить, это большое достижение мирового уровня, это хорошая возможность для всех нас прикаспийских государств привлечь внимание международной общественности, международных ведущих научных институтов к проблематике экосистемы Каспия. Поскольку не только обмеление идет, но еще идет очень серьезное, ощутимое, видимое снижение биоразнообразия. То есть, начиная с рыбопромысла, он в значительном упадке находится, и в, я не знаю, как в Азербайджане, в Казахстане точно, в России точно, вот, соответственно, падение вот этого биоразнообразия, это тоже вещь, которая, безусловно, нас должна беспокоить, экологические аспекты, потому что Каспий, Каспийское море для нас все. Ну, очень важный как раз момент, действительно, по Аральскому морю уже давно идут, и исследования очень крупные, но самое интересное, вот то, что вы говорите, как раз таки, да, даже еще причины и в самом Казахстане не установлены. То есть, как бы процесс идет, в любом случае, ну, какая-то работа есть, и надеемся, что, кстати, вот КОП-29 как раз даст ряд ответов на эти важные вопросы по обмелению наших водоемов. И еще, вот, вы вначале сказали по геополитическому акценту господина президента, на что вы там обратили внимание? Ну, как бы вы, с одной стороны, гости Казахстана, с другой стороны, Казахстан, Азербайджан, это на сегодня фактически единый ареал, и вот, что вы восприняли? Вы совершенно правы, сейчас в Казахстане все больше доминирует взгляд на ситуацию, связанно с тем, что Казахстан, Центральную Азию нельзя рассматривать, в отдельности, его надо рассматривать в совокупности с регионом Южного Кавказа, ну, и в первую очередь Азербайджан, Казахстан, потому что среди нас, по нашей территории, проходит невероятно важный, перспективный серединный коридор, который последует, товарооборот из Китая в Европу и так далее. Поэтому, безусловно, всех беспокоит и все очень надеются на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, и значительная часть беседы была посвящена перспективам заключения этого соглашения. Я очень рад услышать достаточно оптимистичные слова, достаточно оптимистичные ноты. Президент дословно сказал, что сейчас Баку и Ереван находятся в самой благоприятной ситуации, ближе всего к заключению мирного соглашения. Ну, в целом, насколько я понимаю, ключевая все-таки проблема заключается в том, что внешние силы начинают вмешиваться в этот процесс, и мне кажется, вот ключевой путь к успеху, заключению такого стабильного, прочного мира и безопасности в регионе, это реализация формулы Азербайджана 3 плюс 3, что только три южнокавказских страны и три соседи, которые имеют здесь свои жизненные интересы, должны принимать решения в отношении того, как регион должен существовать, на каких принципах. Но уже сам факт того, что есть уже проект мирного соглашения, происходит делимитация границы, соответственно, деоккупация четырех сел, и вот это все дает поводы для пусть осторожного, но оптимизма. С другой стороны, мы видим очень такую проактивную позицию, такого явного вмешательства, совершенно немотивированного вмешательства третьих стран в дела Южного Кавказа, и это нас очень сильно беспокоит. Ну, безусловно, не может не беспокоить. Вы знаете, здесь важный момент, и вы как раз обращаете внимание, что Ильхам Алиев уже неоднократно и в своих выступлениях в Центральной Азии, и в Баку на крупных международных форумах, он как раз и говорит о региональной безопасности. То есть наши государства, Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Турция, Армения в случае подписания тоже, конечно, может присоединиться, и в этом плане важнейший момент как раз региональная безопасность. Это не только регион Южного Кавказа, это и Центральная Азия, потому что настолько мы связаны, что невозможно нам чувствовать друг друга спокойно, если спокойствие имеется в виду в других ареалах, если в одном из регионов происходят проблемы. Как раз Илья Смолим, к вам вот в продолжение акцента, который сделал как раз Рахим Бей, вопрос такой, о внешних силах. И как раз таки господин Алиев очень четко сегодня показал, скажем, даже назвал государства, которые пытаются провоцировать ситуацию, но и поставил в известность, о чем он фактически подтвердил то, что мы всем уже сказали. Мы не позволим вести ту политику, которая угрожает безопасности Азербайджана. Спасибо. Вначале я хочу поздравить Казахстан и коллегу, потому что инициатива Токаева уже сработала. И там было объявлено, что в Казахстане будет встреча на уровне глав МИД Азербайджана и Армении. То есть это новый трек дипломатический, можно сказать, дружественный Казахстан для нормализации отношений и налаживания межгосударственных отношений между Баку и Ереваном. А те силы, которые хотят здесь дестабилизировать обстановку, они все время культивируют вот этот негатив и ищут элементы эскалации, ищут какие-то проблемы здесь и хотят быть модераторами для налаживания отношений. В лице арбитра сесть за стол переговоров. И мы это видели, мы прошли эту историю, и сейчас не функционирует минская группа ОБСЕ, но когда они занимались туристической дипломатией, они все время искали какие-то моменты для неналаживания отношений и замораживания конфликта. А сейчас вот эти нарративы не работают, и надо практически решать все эти проблемы. И вот как правильно отметил коллега из Казахстана, что идет сдвиг по пути мира, стабильности и безопасности, пусть он не такой интенсивный, как хотелось бы, но уже вот есть какой-то результат по вопросам делимитации, демаркации. Сегодня вот установлен первый столб, который будет пограничным назовем, и там будут, я думаю, что с обеих сторон тоже пограничники, и будет царить мир, вот как хотелось бы для нас. И впрочем для Армении тоже, тоже можем добавить. Но здесь главное, что внешние силы в лице Индии, Франции, Греции, на политическом поприще Европейского Союза, Вашингтона, вот хотят здесь вооружить Армению и изменить статус-кво, изменить баланс сил. Об этом и говорил сегодня. Да, об этом и говорил господин президент. И здесь даже они вот уже чертят некий логистический коридор для поставок оружия в Армению. То есть через территорию Грузии поставляются французское вооружение, через территорию Ирана индийское вооружение, в том числе Греция тоже подключается. И здесь главное то, что Никас Дендиас, когда шла война в Карабахе, он был на посту премьер-министра. И очень часто они обговаривали Пашинян и Дендиасом. Сейчас он в лице министра обороны. И здесь то, что есть уже налаженные контакты, и сейчас вот эту сферу отношений они уже трансформируют на военные составляющие. Это, конечно, очень опасно для региона. Если мы говорим о мире безопасности, если мы говорим о мирном треке и в целом мире, но параллельно надо учитывать те факторы, которые поднимают реваншистские настроения и хотят изменить здесь новые геополитические реалии. Потому что есть силы, надо открыто это сказать, что не принимают новую геополитическую конфигурацию. И здесь, конечно, укрепились силы Российской Федерации, Братской Турции на Южном Кавказе после Отечественной войны. Но есть силы, которые хотят здесь геополитическую конфронтацию и тем самым как прокси Армению вооружают и поднимают напряженность в этом регионе. Ну, это важный момент. И как раз-таки очень приятно, что Рахим Ошакбаев обращает на это внимание. То есть, фактически, вот с Казахстана, естественно, это аналитики для них же, это очень важные тонкости, важные моменты. Особенно сегодня то, что услышал из Успрезидента, так сказать, в прямой речи. Это делает как раз понимание того, что происходит в регионе. А то, что происходит в регионе, как мы говорим, отражается именно на всем ареале Центральной Азии и Южный Кавказ. Но сейчас мне вот в этой связи, может быть, хотелось бы обратить внимание на сказанное Ильхам Малиевым в том направлении, что Азербайджан себя очень уверенно, спокойно, вольготно чувствует, что в Европе, что в восточной части мира. И он обосновывает это тем, что мы как стык цивилизации. Фактически, западные и восточные. У нас и исламская, и западная. То есть, это все здесь, вот в нашем регионе. И вот, фактически, речь идет о мультикультурализме, который, как мы очень часто говорим, он встроен в нас. Но дело в том, что и Казахстан мультикультуральная страна, это многонациональное государство. И практически, и в этом плане, не только с точки зрения зеленой энергии или энергоресурсов, и Азербайджан, и Казахстан ведь могут быть примером для тех внешних сил, которые, кстати, пытаются здесь дестабилизировать ситуацию, но хотя бы для того, чтобы они у себя, вот в качестве примера, брали вот это умение и эта внутренняя потребность людей, которые проживают на наших территориях, вот развивать этот мультикультурализм у себя. Может быть, это даст им какую-то возможность там вот эти свои вот эти аппетиты захватнические преуменьшить, на ваш взгляд. Уважаемый Тимур, спасибо большое. Вы абсолютно правы. И Азербайджан, и Казахстан находимся на стыке цивилизаций, цивилизаций, как вы выразились. Да, это вроде как пример мирного существования разных культур, наций, языков и так далее, конфессий. Но, возможно, те, кто пытаются разжигать конфликты, им этого как раз и не нужно. То есть они преследуют совершенно другие цели. Просто мне кажется, важно сказать, что в масштабе страны и региона нельзя рассматривать ситуацию в отрыве от общей геополитической ситуации, от общей серьезного начавшегося геополитического противостояния, которое только начало переходить в такую горячую военную фазу. Активную фазу. Я хотел бы выделить модель Сэмюла Хантингтона столкновения с цивилизацией. К этому все идет. Да, что большой вот этот конфликт, он идет именно с точки зрения разных цивилизационных подходов. И мы с вами находимся на границе этих цивилизаций. И столкновение проходится на их территории. Потому что Украина страна, на которой как раз происходит стык цивилизаций, соответственно, евразийской, основанной на русском языке, и западно-восточно-европейской культуры. И этот конфликт, он существовал веками в различных войнах. И сейчас он снова возобновился. И поэтому для нас, возможно, это как раз повод для того, чтобы быть еще гораздо более бдительными и не допустить, чтобы было разжигание конфликтов на нашей территории. Я больше склоняюсь к теории, к модели того, что в этом большом глобальном противостоянии, во-первых, сторона глобального запада приняла отчетливое решение сработать на уничтожение тех стран, которые они назвали странами зла, осью зла. Это Китай, Иран, Россия, Северная Корея. Соответственно, если такое решение принято, будут задействованы не только hard power, soft power, гибридные технологии, и одна из элементов гибридных технологий, это, безусловно, создавать очаги напряженности, конфликты по периметру. И мы находимся в периферии. Я думаю, что одна из, возможно, наиболее объясняющих версий того, почему до сих пор не заключено мирное соглашение на Южном Кавказе, хотя она очевидна, и на самом деле предмет этого спора существенного-то нет, это как раз попытка создать здесь очаг напряженности, закрепить его, либо наоборот его испытывать. Мы видим протесты в Грузии, идут совершенно по незначительному закону, закон об инагентах. Тревожная ситуация в Центральной Азии. То есть мы видим очень серьезное присутствие различных информационных акторов из-за рубежа, финансируемых из-за рубежа, которые пытаются сыграть на противоречиях, на конфликтах. Мы видели ужасный теракт по своему цинизму в Москве, в Крокус-Сити, в котором, безусловно, и мне кажется, это очевидно, о нем были осведомлены спецслужбы западных стран, они предупреждали своих граждан, но не дали, я полагаю, преднамеренно всю информацию о нем. Ну, то есть таким образом, этот теракт готовился, о нем знали, либо участвовали, либо не предупредили, и уже здесь не суть важна. Ну, он же невероятно такой, он циничный, с жертвами посреди этого. И в процессе Игела там тоже... Да, мы видели диверсии, поэтому я просто боюсь, ну, прихожу к выводу, к тому, что сейчас какие-либо, не только правила игры красной линии, но в целом какие-то правила приличия, вообще какая-либо мораль сейчас полностью ушла, и остается, по сути, вес, людоедский арсенал, там диверсий, терактов, гибридных войн, каких-то операций под чужим флагом. Ну, мы видим Ближний Восток, тяжелейшая ситуация, ужасная ситуация. Поэтому я даже боюсь, ну, хочу сделать такой немного вывод, что мы вот вошли сейчас в такое предвоенное время, то есть и вот эти гигантские большие конфликты, они сейчас уже очевидно, никто не готов их решать переговорами и миром. Будет решаться только через применение военной силы. И обе стороны не готовы договариваться, и эти конфликты могут закончиться только поражением одной из сторон. А поскольку все стороны достаточно сильны и готовы сопротивляться, это всерьез и надолго. И нам здесь, конечно, нужно, как говорится, крепить наши ряды, для того, чтобы помогать друг другу, братскому Казахстану, Азербайджану, братским странам Центральной Азии, не допустить раскачки ситуации, приходить друг другу на помощь и развивать вот эти интеграционно-кооперационные экономические проекты и культурные связи. Еще я добавлю, что выделение финансов на обеспечение всех этих конфликтов со стороны Конгресса США в последнее время, и на Тайвань, и в Израиле, и Украине говорят, что они не хотят решать и, наоборот, подливают масло в огонь. Если позволите, я бы даже сказал, не то, что не хотят решать и подливают масло в огонь. Нет, я полагаю, что принято принципиальное решение победить. Победить – это значит уничтожить врага. И поэтому здесь какие бы там… Я просто боюсь, что очень многие наблюдатели, в том числе, я не знаю, в России какая-то, на мой взгляд, неуместная эйфория царит и так далее, все очень серьезно. То есть, поскольку те, где выделяют эти деньги, они их там добывают, они их печатают, у них бесконечный чек, то есть безлимит на эти деньги, и решимость, соответственно, работать на уничтожение, она очень высокая. Поэтому, ну, и больше всего, конечно, мне кажется, начнется все с Ближнего Востока, с Ирана. Ну, дело в том, что с Ближнего Востока и с Балкан всегда все начиналось. То есть, в центре Европы и в центре Востока. И что интересно, вот вы говорите, помощь Тайваню. Сегодня конкретно президент Азербайджана сделал упор именно на то, что мы все время признаем территориальную ценность Китая однозначно. Китай признала всегда территориальную ценность Азербайджана. Европа, ну, Запад назовем, там, Соединенные Штаты Европы, они тоже на словах говорят политика одного Китая. Мы принимаем одного Китая. Но все время как бы выделяют Тайвань. Сознательная игра, вот то, что как раз Рахим Бей говорит, вот будоражить ситуацию, то есть будоражить ситуацию, провоцировать ситуацию, для того, чтобы вытаскивать в нужный момент, как это обычно говорится, в час икс, какую-нибудь проблематику. И поэтому вот сейчас вот такие вот где-то миллиардные вливания идут. Для чего? Почему? И вот в этом контексте как раз то, что вот говорит Рахим Шакбаев о том, что наши братские отношения, Центральная Азия и Южный Кавказ, они должны именно вот сейчас укрепляться, они должны быть направлены на то, чтобы действовать в прямом смысле слова единым фронтом. В идеологии, в политике, в экономике, обороноспособности, укреплении, безопасности. Не случайно сегодня президент Азербайджана обратил внимание на российское, на Азербайджана и турецкие взаимоотношения? Да, все правильно. И поэтому после Отечественной войны мы видим, что вот братское видение всех этих геополитических процессов между Баку и Анкарой вот уже трансформирует отношения между тюркскими государствами. И после Второй Карабахской войны у Азербайджана со всеми странами Средней Азии уже наладились союзнические отношения, партнерские отношения. И мы видим интенсивность в визитах, переговорах и контактах. И все это говорит о том, что у нас есть видение, то есть вот этот конфликтового периода. И Организация Турческих Государств тоже служит именно интеграционной платформе. Здесь главная составляющая социально-экономическое развитие. Это можно понять, это главная концепция вот этой организации, которая сейчас вышла на новый этап. Но здесь надо уже думать о вопросах обороны, безопасности, военно-составляющей. И я думаю, что президент Ильхам Алиев тоже говорил об этом в других платформах, о том, что если у нас есть концепция и видение геополитического развития наших стран, и у нас будут энергопроекты, коммуникационные связи, транспортные связи, то надо думать об их обороне. То есть какие-то вот теракты, диверсии, о которых говорил коллега, то есть могут случиться, и у нас должны быть оперативные мобильные группы для того, чтобы предотвратить. Но с развитием событий, конечно, вот все эти мобильные группы может быть соединено в единую армию, в единую какую-то концепцию развития всей системы обороны наших стран. Об этом надо думать. Об этом надо думать, потому что вот сейчас мы видим развитие ситуаций вокруг наших стран. Стремительно накал эмоций и всех страстей идет. И, конечно, вот если мы хотим уберечь свои страны, народы, и надо заботиться тоже о вопросах безопасности в том числе. И здесь надо думать о том, что вот есть модель турской армии. Азербайджан сейчас строит модель братской армии. И здесь опыт братской Турции против терроризма, против каких-то выявлений терроризма очень помогает нам. И во время локальных анти-террористических мероприятий мы это увидели в лице нашей доблестной армии, когда мы проводили однодневную операцию и очистили всю территорию от террористов. Те же проблемы есть в Средней Азии. Мы знаем, есть элементы эскалации совсем в ином направлении. Например, вопрос пресной воды в будущем будет для элементов конфликтов. Это очень важно. Для нас тоже это присутствует. И освобождение территорий, Карабаха и Восточного Зангизура, в большей части помогли для налаживания именно этой проблемы. Но вот те силы, которые хотят дестабилизировать и на Южном Кавказе, и на Средней Азии, схожие какие-то политические технологии внедряют. И поэтому надо думать, как их предотратить. Ну вот смотрите, ведь очень важный момент, как раз о чем сказал сегодня президент Алиев. Ведь вот то, что вы говорите, какие-то формы. Пусть будет там идеология, опять-таки это политика, опять-таки экономика, культура, образование. И такой вот момент. Ильхам Алиев о молодежном формате сегодня говорил. Образование для молодежи, о программах, которые... Ну он говорил об Азербайджане, но в целом вот этот вот молодежный формат, он обсуждается и во время саммитов организаций тюркских государств. То есть именно молодежное звено на сегодня, это такое стержень для внешних сил, чтобы обрабатывать посредством... Ну не будем говорить, когда вы говорите гибридные войны, понятно, здесь социальные сети, средства массовой информации и так далее. Картинка, сегодня же картинка работает. Пусть это видеоигра с детства, которая начинается, пусть это какие-то игры между детьми, которые есть и раньше, вот в наше, скажем, там, юношество, когда ток-ток компьютер возникали, там игры же совсем другие были. Там игры были на ловкость, на смелость, там, спасти, там, или первым достичь там какого-то результата, все. То есть на первенство. Сейчас другое. Вот как вы говорите, вот это столкновение. Как будто игры учат с детства вот этому столкновению. Причем если мы, вот вы говорите, обязательно должен быть победитель. Даже вот эти игры сегодня, да, ну назовем их видеоигры, там, что там. Любой человек, который вдруг он сильным чувствует себя, вытащил кого-то с машины, взял его, побил, пошел дальше, то есть все это предусмотрено. Вот такая сознательная идет игра. И вот ваше мнение, молодежь сегодня, молодежь наших стран. Вот этот вопрос, каким вы его видите? Сложный вопрос. Вы абсолютно правы. Нация в опасности, будущее нации в опасности, молодежи, поскольку здесь вопрос не только, и, конечно, важный, безопасности в текущий момент, но и самое главное какой-то... Вы имеете в виду будущее той нации, которая не занимается... Идеологической становящей, понимаете? Потому что мир информационно-глобален. То есть происходит такая гомогенизация, то есть выравнивание. То есть вся молодежь, особенно, все одновременно потребляют один и тот же контент, который, как правило, генерируется в самых продвинутых центрах, которые находятся на Западе. И они продвигают прямо через самый эффективный способ, это через культуру, через музыку, через кино и через игры. Продвигают... Через еду. Через еду-то. Ну, именно я говорю об аспекте информационной глобализации. Если вы посмотрите самые популярные сериалы, самые популярные голливудские блокбастеры, самые популярные видеоигры на PlayStation 5 и так далее, они полны насилия. Просто они не только полны насилия, они полны именно такого смакования насилия, какой-то расчлененки, чуть ли не людоедства. И все это подается под таким соусом, полукомичным, полу таким. И вот я просто, как человек, который работает в информационной сфере, я вижу, что идет такой сдвиг так называемого окна Авертона, когда вот из чего-то такого неприемлемого неожиданность становится таким, знаете, нормальным, приемлемым, обыденным. И потихоньку, на мой взгляд, идет необратимое влияние на сердца и умы нашей молодежи. Не хочу показаться каким-то ретроградным таким морализатором, который каждый в своем поколении говорит, что у молодежи он равы. Но тем не менее, сейчас подобной глобальной информатизации, информационной глобализации не было никогда в истории человечества. Социальные сети, то есть посмотрите, как изменился образ жизни не только у молодежи, но и у нас. Мы все больше и больше проводим время за этим гаджетом. Поэтому эта информация, эта культура, она на нас, на молодежь особенно сильно влияет. И самый большой вызов для нас это предложить какую-то более привлекательную альтернативу, более привлекательный образ будущего для нашей молодежи. Который, безусловно, был бы с одной стороны преисполнен и патриотизмом, и гуманистической повесткой, а с другой стороны был по своему образу жизни не менее привлекательным, нежели чем то, что предлагают ведущие фабрики грез, которые производят невероятно талантливый на уровне шедевров контент, и которому реально тяжело противостоять. Я не знаю, вот посмотрите, вашим зрителям могу порекомендовать, вышел в прокат фильм Civil War. В российском прокате на русском языке он идет как «Все империи падают» или «Падение империи» про гражданскую войну в США. Александр Гарленд один из самых ожидаемых фильмов. И вот просто это фильм невероятно талантливо снят. Звук, видеоряд, операторская работа, просто шедевр реально. Но мораль, она как бы такая там полная дегуманизация. То есть вообще ничтожность человеческой жизни, расстрел военнопленных, соответственно, даже не предательство каких-то близких друзей, а просто полное безразличие. А потом все это практически реализуется в тех или иных регионах. Конечно. Совершенно верно. Поэтому я все-таки усматриваю какое-то совершенно преднамеренное и очень эффективное насаждение новых культурных норм, такой дегуманизации. То есть абсолютной потери ценности какой-то человеческой жизни и вообще какой-то вот такой морали. Это мы еще не затрагивали повестку, связанную с пропагандой трансгендеризма. Она же тоже достаточно искусственно навязывается, потому что это явление абсолютно ничтожное. Это как обязательная программа. Да. И начинается с детских лет. Совершенно верно. Дети вовлекаются. И вот в этом фильме там прям подросток, которого берут в зону боевых действий. Ее учат, как быть военным журналистом. И она в конце фильма уже трансформируется в такое чудовище робот, абсолютно безразличный. К чему-либо только в погоне за вот этим кадром, на котором она может прославиться. Поэтому это все война только начинается и война в идеологическом культурном фронте это тоже крайне важный аспект. И скорее всего, особенно в условиях того, что сейчас переформатируется мировое пространство, вот именно вот эта вот дегуманизация в идеологическом плане она будет продолжать иметь место. Надо воспитывать для тех лиц, которые пытаются столкнуть цивилизацию, как вы говорите, именно в этом плане, в этом формате. Там и нивелирование семейных ценностей, нивелирование там связь поколений, духовной, культурной ценности, традиции, религия и так далее. Это вот островок, который вот остается, вот это сохранение культурно-духовных ценностей, он и подвергается очень часто попыткам деформации. Это очень, кстати, важный момент. И Илья Смолин, еще в этом плане и сейчас опять чуть-чуть возвращаемся к геополитике, потому что сегодня президент Азербайджан, он затрагивал все аспекты практически жизни, поэтому хочется чуть-чуть шире нам тоже подойти по возможности. Очень интересная фраза была о том, что Азербайджан строит взаимоотношения с миром, имеется в виду со странами, на основе справедливости. А другие государства определенно объявили Азербайджану холодную войну с определенными проявлениями. То есть, фактически получается, что нет вот то, что говорит Рахим Шакбаев, вот эти правила определенные были, какие-то морали, их нет. Вы знаете, сегодня даже я провел такую аналогию после вот этого высказывания Ильхама Алиева, когда во время Отечественной войны двадцатого года мирные города обстреливались, да, и приводили к смерти безвинных жертв, причем это происходило ближе к утру. И Ильхам Алиев тогда в своем выступлении по горячим следам он сказал, что это нарушение всех норм и человеческих, и военных, и моральных, но мы все равно будем отвечать на военном поле. Мы не воюем с мирным населением. Это позиция страны, и вот когда говорит о справедливости, а с этой стороны холодная война в этих целях. То есть, это показывает, что совершенно другой подход сейчас у государства в отношении происходящего в мире. Все верно. Конечно, надо в идеале верить в справедливость, но учитывать все эти конъюнктурные процессы, все эти конъюнктурные выбросы. И поэтому... Что мы и делаем, не как государство. Вот, например, после Отечественной войны многие страны поступали против нашей страны очень мелкими подлыми шагами, например. Замораживание делегаций ПАСЭ, например, азербайджанская делегация. Не знаю, какие-то тут такие каверзные моменты. Резолюции. Резолюции, признание против территориальной целостности какого-то режима, который не существует сейчас. Вот сейчас Азербайджан отвечал симметрично. Азербайджан показывал стойкость. Мы принимали превентивные меры. Если против нашей территориальной целостности и в новых условиях здесь какие-то операции идут, то мы тоже разоблачаем все эти государства внутри страны, показываем всему миру, что вот какие эти страны и истинное лицо из чего состоит. И поэтому виноватыми потом оказываемся мы. Почему мы это все делаем? А мы же... Кстати, в самом начале своего выступления Рахим Рахим это и сказал. Что может быть поэтому тот же мультикультурализм наш, он и вызывает ненависть, вызывает негатив. То есть именно это одно из тех звеньев, которые не хочет быть принятым с той стороны. Для нас мультикультурализм, я думаю, что в Казахстане тоже так, это как обыденно, это жизненные ментальные ценности для нас. Встроенные душу, организм. это все состоит. А для них они уже давно отошли от мультикультурализма, для них рацизм, ксенофобия, превосходство какой-то нации над другими нациями, то есть они шавинистские настроения. И все это говорит о том, что поднимаются все эти негативные настроения и нарушается международное право, международно-гуманитарное право. И то, что Азербайджан во время Отечественной войны и даже во время локальных однодневных антирористических мероприятий обезвредивал и наносил удары по военным районам, по военным исключительно и придерживался всех норм Женевской конвенции, это говорит о том, что Азербайджан по всем правилам ведения боевых действий поступал. Во время Первой Карабахской войны, Второй Карабахской войны мы совершенно обратное видели. И даже я помню, когда именно был обстрел города Гянджи, наутро Азербайджан освободил город Физули. И вот тогда воссошествовала именно справедливость и мы были очень рады этому. Конечно, мы были огорчены по потерям в городе Гянджи, по мирным кустам. Президент Азербайджана все время говорит, что кровь шагидов не остается неотвченой. Если позвольте, инцитирую президента, меня очень сильно впечатлила его фраза. Он сказал это так в какой-то степени иронично, но очень метко. Он процитировал министра иностранных дел Европейской комиссии, Европейского Союза, Жозе Мональборозу. Его знаменитая фраза, когда он говорил, что мы в Европе это цветущий сад, кругом джунгли. И в самом этом посыле она вызвала очень бурную реакцию во всем мире. По сути, он проговорился и искренне раскрыл свои взгляды, взгляды, которые доминируют в европейской элите, они шевинистические. То есть, что они находятся в саду, они избраны, а мы все в джунгли. И ваш уважаемый глава государства сказал, мы-то в джунглях находимся, они же там в саду находятся, но этот сад не выживет, если мы в джунгли не будем поставлять им энергоресурсы и тому подобные товары, там деревья засохнут. И он говорил это иронично, как бы так. И он говорил про глобальный юг. Он сказал, что мы, Азербайджан, являемся частью этого глобального юга. И здесь я для себя сделал вывод, что президент Ильхам Алиев, он также разделяет взгляды вот этой парадигмы и модели столкновения цивилизаций. То есть, по факту. Сейчас страны глобального юга... неоднократно говорит, что вот это анти-тюркская, анти-исламская линия, она же характеризует то, что происходит в той стороне. В том числе про перспективы вступления в Европейский Союз, о том, что мы мусульманская страна, мусульманская страна туда не возьмут и нам это не надо, что мы самодостаточны. Турция годами старается. Совершенно верно. Поэтому, как говорится, чему быть того и не миновать, мы должны четко правильно понимать свою диспозицию, укреплять свою государственность, укреплять наших союзников, укреплять это взаимными интеграционными проектами. И здесь повторюсь еще раз, что и в Казахстане я являюсь большим пропагандистом того, чтобы нельзя смотреть только на регион Центральной Азии. Его надо рассматривать в позиции вместе с Южным Кавказом, с Прикаспийской вот этой территории. И тогда получится гораздо более цельная, полная картина обеспечения и в реальной безопасности, и в вопросе транспорта, логистики и так далее. По факту, я даже вот так иногда говорю, просто перевиньте карту. Всегда мы смотрим вверху север, внизу юг, и вот такой разрыв очень большой происходит. Если перевернуть карту и посмотреть, вот это все пространство Россия и Южнее, это большая территория, которая должна быть связана логистически, транспортно, там должна быть относительно безбарьерная торговля, там должна быть безопасность, свобода передвижения людей и так далее. И очень большие реальные возможности для дальнейшего развития. Плюс, очевидно, сейчас последние данные по странам БРИКС говорят, что они уже заметно превосходят на десятки процентов G7. Безусловно, центр экономической активности, центр мирового ВВП, торговли, он смещается в сторону глобального юга. И я лично возглавляю очень большие надежды на объединение БРИКС, как определенную противовость G7, и очень надеюсь, что они смогут предложить в скором времени какие-то объективно осуществимые проекты, связанные с международной торговлей, с платежными системами, для того, чтобы клининговые расчеты проходили безболезненно. Для долларизации. Совершенно верно, чтобы все страны не были настолько сильно зависимы от доллара, поскольку очевидно, что доллар сейчас Соединенные Штаты Америки используют как оружие, накладывают санкции. Мы, когда я объясняю, вот Казахстан, посмотрите, по периметру у нас все страны, практически наши соседи, они под санкциями. Афганистан, Иран, Россия, Китай, не дай бог Азербайджан, то есть в Европарламенте мы слышим призывы соответственно наложить санкции на Азербайджан. Странам Центральной Азии угрожают вторичными санкциями. Но подождите, это же наше дело, с кем мы торговать, и мы не можем не торговать с нашими соседями. Правильно? Что там не с Ираном, не с Китая, не с Россией и так далее. Вот это такое хамское, безнаказанное вмешательство в внутренние дела региона, они, конечно, это нужно останавливать. И я вот очень надеюсь, что по большому счету нам в Евразии нужна как бы своя какая-то евразийская доктрина Монро. То есть о том, что все евразийские дела должны решаться евразийскими странами. Ну и кстати, президент Азербайджана неоднократно говорит именно и главы государств, вот как недавно господин Тукаев как раз приезжал, о братских отношениях. Вот именно братские отношения, и кстати, вот то, что вы говорите санкции, да, угрожают Азербайджану санкции. Мы это слышим. Это и есть проявление той холодной войны. Можно я один маленький пример приведу, который, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует то, что страны внутри региона сами смогут договориться и наоборот, третьи страны вовне, они лишь подливают масло в конфликты. Афганистан. 20 лет присутствия войск НАТО. Вывод, который все знают, сколько там, 2 триллиона долларов потрачено, сколько-то там погибших. Отель, да. Да, Афганистан. Пришли талибы. И вот сейчас Узбекистан заключает на несколько миллиардов долларов соглашение с торговой и инвестиционной с талибами. Китай туда активно инвестирует. Казахстан приглашает талибов на различные форумы. Мы наладили, расширили очень серьезно взаимную торговлю и исключили их из списка террористической организации. Есть очень много поводов для критики в отношениях внутренней политики, прав женщин и так далее, но мы не лезем к ним, мы не говорим им, как это все будет. И в итоге происходит достаточно, на мой взгляд, объективная, успешная реинтеграция Афганистана в регион Центральной Азии. Понимаете, да? Вот, как только ушла внешняя сторона, третья, сколько прошло, буквально несколько лет, и регион успешно реинтегрируется. То же самое Южный Кавказ. Если отсюда уйдут интересы внешних стран, я не вижу причин серьезных дальше, почему не заключить мирные соглашения и не начать открывать транспортные коридоры, реализовать в том числе проект Армении, перекресток мира, гигантские, региональные значимые проекты Азербайджана, Центральной Азии и так далее. Ну, естественно, если просто Армения будет идти на подписание мирного соглашения, то перекресток мира, который они объявляют всегда, но он остается на бумаге, а реальный циэкономический проект, который уже сколько лет предлагает Азербайджан и приглашает в них Армению, это то, что даст нашим географическим соседам чувствовать себя реальным государством. То есть, перейти от состояния объектности мировой политики к субъектности, какими есть, скажем, Азербайджан и Казахстан. Я думаю, на этом как раз мы сегодня уже завершим передачу именно на этой ноте, что вот еще раз вернемся к тому, что да, холодная война объявляется и на Азербайджану, говорит президент Азербайджана, да, угрозы с санкциями, но, как подчеркивает все время господин президент, несмотря ни на какое давление, ни на какой шантаж, ни на какие угрозы, Азербайджан со своего пути не свернет. Эти угрозы санкций, эти угрозы каких-то там попыток, во всяком случае, не только попыток, а неких резолюций и так далее, они вот этот вот попытки осуществляют все время показать как бы свою силу, но не получается. Уже, как сегодня говорится, страны средней силы становятся реально действующим звеном, которое будет определять в отдельных случаях, в отдельных направлениях развития мировой геополитики. Вот то, что вы говорите, Центральная Азия и Южный Кавказ совместная деятельность как раз и направлена на то, чтобы наш регион он становился и он уже становится и усилялся как единое звено в этом формируемом новом мировом порядке. И напоминаем, что с нами сегодня были Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП из Казахстана. Он принимает участие на международном форуме в АДА и завтра у них поездка в Карабах. И Ильяс Гусейнов, политолог из Азербайджана. Спасибо за очень интересную и откровенную беседу. Оставайтесь в СБС и следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин